Ребят, всем привет! Сегодня хочу вам показать очень веселую и очень легкую заливку в частично флюид-арт. Что нужно? Акрил, причем это сейчас прям на этот объем очень много, но я решила повеселиться по полной. Замешала просто акрил с водой 50 на 50. Даже, наверное, акрила, ну вот смотрите, вот здесь вот грамм 20 акрила и воды... Сейчас я ливану. Ой, вот это, наверное, много. Сейчас чуть-чуть солю, буду перемешать. Я без медиума использую заливку сейчас. Ну, во-первых, потому что у меня медиум закончился, во-вторых, потому что я не хочу объемами большими разливать. Так, густовато все-таки еще чуть-чуть. Доливайте воды по чуть-чуть, ребят, не лейте сразу много. И лейте горячей водой, не проточной, потому что, ну, не прохладной, потому что горячей быстрее акрил растворится, и будет понятно вообще, какой у вас объем и какой состав. Главное в этой технике это силикон и правильное замешанное по структуре акрил. Он должен быть не вот такой жиденький, как оранжевый, видите? Вот посмотрите, как капли быстро сбегают. Он должен быть вот такой, как черный, видите? По густоте. Вот поймайте, пожалуйста, это ощущение. Вот здесь сильно густой плюха упал, поэтому мы его замешиваем еще с водой. А тот, который получился более жидкий, добавляем еще краски. Видите, я совсем по чуть-чуть, по чуть-чуть добавляю, чтобы не переборщить. И если вы фанат ячеек, прям вот любовь-любовь, то силикон или силиконовый спрей, это смазка силиконовая в автомобильном магазине. Купите аэрозольный баллончик. Продается в любом автомобильном магазине и в строительном тоже. Пшикаем по пару пшиков в стаканчик. Я буду делать только в синий, добавлю в силикон. В остальные без силикона. Я не хочу, чтобы у меня было много ячеек. Все размешиваем. Вот сейчас достаточно все хорошо. Я сейчас еще добавлю в оранжевый, добавлю акрилом, потому что он сильно жидковат. Буквально чуть-чуть горошинку. Две. Вот. Перемешиваем хорошо. Перемешивайте тщательно. Ребята, если будут комьки, все испорчено будет. Холст. Холст обычный у меня. Натянутый на подрамнике. Ширина подрамника полтора сантиметра. Холст хлопок. Не льняной. Самый крутой по мне. Это льняной и пропитанный акриловым грунтом. Именно уже заводским. Потому что самостоятельно можно, конечно, пропитать, но это заморочка еще та. Вот. Чем больше у вас объем, тем больше у вас должен быть, чем толще у вас должен быть подрамник. Иначе поведет. Поэтому смотрите внимательно. Еще нам нужна веревка. И салфетка, чтобы вытереть веревку ко второму разу. У нас... Вытираем. Я прогрунтовала... У меня старый холст, я его уже не знаю, чем я тут рисовала. Сделала черную основу. И сейчас, ребят, после того, как самое главное, первое, мы запомнили, что это смесь, смесь акрила по плотности, какая она должна быть. Если вам нужен больший объем, добавляйте медиум. Медиумом может выступать ПВА-клей. И еще вторая самая главная вещь, это флюид арт рисует по нежалеющей основе. То есть основа должна быть прям щедрая. То есть не сильно, конечно, прям густая. Но вот видите, насколько у меня она плюшисто ложится. И еще добавлю. И вот я поверху ее разглаживаю, и дна, и основы подрамника вы еще не видите моего, потому что она достаточно плюшкой покрывает мой подрамник. Вот чтобы хорошо флюид расходился, вам нужна щедрая основа. Это как акварелька, она рисует по воде, так и флюид арт рисует вот по мокрой вот этой основе. Так. Распределяю. И теперь послойно буду наносить свои цвета. И вы увидите мой рисуночек. Так, как я уже говорила, я добавлю силикон. Одну капельку, всего лишь одну капельку, добавлю в синий. Больше я не хочу никуда добавлять. Вот. Случайно две получилось. Ну, вообще одна жирная будем считать. Хорошо перемешиваем. Так. И начинаем рисовать. Делаю тоненький носик. Так. Кто догадался, что я уже буду рисовать? Да, бабочку. Теперь послойно наношу свои цвета. Делаю с расстоянием. Видите, ребят? Не встык-встык. Единственное, вот окантовочку серебра хочу сделать. И на нижнюю добавить оранжевую. А теперь аккуратно укладываю веревочку. Лучше брать не бечевку, потому что бечевка не очень покладистая, если только потоньше. Так, уложили, да? И тянем за нижнюю. За нижнюю. За нижнюю. За нижнюю. Есть. 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 И... Теперь салфеткой влажной вытираем ее. И также укладываем на нижнюю. И тоже тянем нижнюю. Есть. А теперь самое веселое. Куда ж еще веселее, да? Подумали вы. Шпатель. И благодаря черной основе, которая у нас здесь, я хочу сделать чуть-чуть уже вот это крылышко. Вот, вот так. Убрали шпателем. И вот здесь чуть хочу прорисовать вот так прожилку. Не до конца. Так. И серебряным, серебряной краской более четкое. То есть вот первый слой надо пожирнее все-таки было. Я пожалела, побоялась, думала, будет сильно много серебра. Но нет. Как может быть сильно много серебра? Наташа. Так. Сделайте, если у вас... Ну, то есть вы не повторяйте точно мою ошибку. Добавьте первого цвета, которого вы будете добавлять побольше. И чуть-чуть протянуть. Неглубоко. Так. А теперь, смотрите, берем горелку. И там, где вы хотите раскрыть больше пузырей, проходите с горелкой. В принципе, можно по всей работе пройтись. Это творит силикон. Видите, как он раскрывает пузырьки? Опять-таки, повторюсь, если вы хотите побольше, чтобы у вас было прожилок и побольше пузырей, то добавляйте в каждый цвет пузырьков. У меня только в синей, поэтому на синем ярче всего. Но я так и хотела. До новых встреч! Пока! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...